ребятушки я по вам соскучился простите меня пожалуйста что я лежу в постельке пришел с работы после работы физической лежу отдыхаю после душа я бы с вами хотел поговорить на вот какую тему право людские законы человеческие созданные людьми я на магистратуре учился в польше по направлению администрирования это грубо говоря такая смесь управления и права то есть часть предмета у меня была с юристами и наш я кстати сдал все предметы на дипломную работу не подал не написал то есть я как бы все два года отходил предметы все сдал но мне когда-то что-то перестает нравится перестает быть интересным я этим не занимаюсь и я решил что я не буду работать в этом направлении не хочу работать умственно не хочу работать в офисе и просто диплом не нужен и я работу не хотел писать вот но нам декан то ли на выпускном каком-то там на котором я был то ли при каком-то другом случае сказал достаточно мудрую вещь что право оно относительное в одной стороне такое в другой другое право создается людьми главное оставаться человеком мои коллеги на работе иногда любят поделиться разными историями вот что я слышал в польше ну вот сейчас во время коронавируса две женщины хотели зайти в магазин без масок их охрана не пустила женщины начали скандалить и тогда вызвали полицию и вроде бы как вот была такая история что женщины набросились на полицию что-то там разгорячились и в общем получили очень большие сроки несколько лет если не большее заключение в тюрьме под стражей вот но у меня то есть достаточно много сочувствия к людям ну погорячились женщины слушайте но но может они не особо умные но эмоции у них зашкалили но чтобы вот так вот за нападение на полицию за такие вот глупости женщину я не знаю что она мы ему там сделала может сумочкой ударил а может еще что-то но чтобы садить человека за такие вот проступки в тюрьму лишать его свободы на несколько лет я с этим ребятушки не согласен я не согласен с тем как развивается право западном мире в америке то есть во многом конечно все прекрасно но отдельные аспекты вот например я слышал такие истории или читал парень сам себе делал интимные фотографии но фотографировал себя наверное не одетым когда ему было там не знаю меньше 15 и затем у него на телефоне нашли эти фотографии его же фотографии и осудили его за это представляете или вот другая история парень с девушкой несовершеннолетние были в отношениях но я не знаю поскольку им там лет 14 15 между собой по телефону менялись фотографиями но обнаженными наверное голыми не знаю и их тоже осудили за это ребята кому это мешало я вот например придерживаюсь только одного принципа просто чтобы никому не вредить никого не обижать то есть если нет жертвы нету пострадавшего ребята за что судить этих людей парень с девушкой какая мне разница сколько им лет это их личное дело как они проводят время вместе пусть они оба несовершеннолетний пусть один из них несовершеннолетний но если они по согласию находятся вместе в паре и прибывают вместе делают что хотят получают удовольствие ребятушки мне это абсолютно не мешает или вот тоже может слышали историю что учительница проводила в америке в соединенных штатах америки проводила приятное время со своими учениками но ребята но для мужчины это счастье проводить все хорошо приятно время женщины старше на не старше короче чему я тоже никому ну как бы не причинялся вред люди хорошо проводили время вместе то есть ребята за что ее посадили в тюрьму дали огромный срок я не знаю мне это не устраивает я с этим не согласен другое дело ребятушки если кто-то кого-то обидел совершенно неважно кто там в каком возрасте там кто старше кто младше вот дошло до избиения например до насилия дошло тогда понятно тогда пожалуйста если пострадавшая сторона хочет суда хочет справедливости хочет наказания здесь все понятно человек перешел границу человек обидел другого человека человек несет наказание здесь как бы все предельно просто и понятно для меня но очень много есть таких законов где нету нету потерпевшего нету жертвы но люди все равно несут ответственность вот с такими вот ребятушки законами я не согласен в россии например можно публично высказаться правдиво об исторической правде например о том как россия создала вторую мировую войну а в россии действует закон да ребятушки я напомню что сейчас 21 век и россией правит кгбист человек из кгб человек из той структуры которая виновна в убийстве очень многих людей миллионов людей вот такой человек правит россии конечно у него свои законы мол не надо нам тут правду раскрывать у нас своя правда так сказать и все те кто не согласен будет наказан с такими законами я тоже не согласен в беларуси сейчас много политических заключенных то есть лукашенко проиграл выборы люди проголосовали за другую особу за светлану тихановскую мужа ее посадили он хотел стать кандидатом его посадили но наверное по глупости или по ошибке зарегистрировали позволили зарегистрироваться его жене и народ дружненько за нее проголосовал вот лукашенко фактически выборы выборы проиграл но он их сфальсифицировал и конечно же расправляется со всеми недовольными вот политические заключенные конечно же ребятушки я с этим делом тоже не согласен люди сидят в тюрьме ну грубо говоря не за что за то что вышли против системы против несправедливости против неправды вот просто человек хотел хорошо чтобы было хотел говорить правду и за это он сидит в тюрьме Таиланд прекрасная страна в которой сохранено учение Будды Дхама и Виная сутты вот но там также я слышал я там сам не был лично что-то на вопрос бить или не бить российский закон еще недавно отвечал бить но аккуратно соизмеряя отпор с угрозой теперь можно бить на отмашь важно только потом доказать темно было я ничего не понял вот и выстрелил из гранатомета у хабаровского пенсионера Николая Корниенко гранатомета под рукой не оказалось только граната РГД-5 он купил за 300 рублей у солдат из соседней части чтобы от местных алкашей отбиваться после каждой пенсии деда избивали отнимая все до копейки когда пришли снова пенсионер рванул чеку а граната взорвалась? хорошо взорвалась мне понравилось то что их много было а то одного что за гранат пугать? побольше лучше меньше будет самураев грабителей было трое все отделались легким испугом двое сейчас в бегах один в СИЗО зла на деда не держит ему осталось там жить может два понедельника а его в тюрьму еще стоят зачем? конечно не надо я бы не хотел этого а что такое я не делал плохого? ничего? архангельскому пенсионеру Николаю Корниенко метнувшему гранату в бандитов повезло еще три месяца назад его бы судили за покушение на убийство а сейчас деда даже не арестовали ждет суда под подпиской и милиция и прокуратура на его стороне за хранение гранаты накажут конечно но не строго Павел Селин, Кирилл Горлов, Диана Степанова, Владимир Червяков и Руслан Нагоев телекомпания НТВ Кумарака Сутта мальчики Удана 5-4 Я слышал, как однажды Благословенный прибывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики Тогда большая толпа мальчуганов собралась на дороге между Савадхи и рощей Джетты, где они ловили рыбу Рано утром Благословенный накинув одежды, взяв чашу и верхнее одеяние, отправился в Савадхи за подаяниями По дороге он увидел большую толпу мальчуганов между Савадхи и рощей Джетты, которые ловили рыбу Увидев их, он подошел к ним и подойдя сказал «Ребята, боитесь ли вы боли? Нравится ли вам боль?» «Да, господин, мы боимся боли, и нам не нравится боль» Затем, осознав значение этого, Благословенный произнес «Если вы боитесь боли, если вам не нравится боль, не делайте зла, прилюдно или втихую Если же вы делаете или будете делать зло, то вы не избежите боли, она схватит вас, даже если вы побежите от нее прочь» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова